Все эти компании говорят, что они просто отражают культуру и сегодняшнюю правду, но это не так. Они находятся в заложниках у экстремистов и Уолл-стрит. Уолл-стрит смотрит на очки СЖ, а экстремисты тем временем, если слишком редко будете говорить гей, если не будете продвигать трансгендеров, то тогда у вас будет мало очков. Эти компании полны гордости. Итак, для меня это не проблема. Мне не важно. Мне не важно, кого вы любите, мне не важно, с кем вы спите, и ничьи подробности мне тоже не нужны. А вам, если вы гей, то вы бы хотели слушать про мою сексуальную жизнь? Нет. Правда? Нет. Ведь это довольно противно. Так что, пожалуйста. Мне тоже не хочется слушать про вашу. Можем мы, как обычные люди, в этом быть согласны? Но нет. Нет. Все эти компании хотят побольше баллов, так что давайте начнем с их рекламы. Итак, конверс. Для меня голубой – это значит уникальный по-своему. Ярлыки подходят не всем, и я надеюсь, что все в голубом сообществе смогут быть самими собой. Я горжусь быть свободным. Я горжусь быть бескомпромиссным. Я горжусь быть настоящим. Я горжусь быть воодушевляющим. Я горжусь любить тех, кого люблю. Я горжусь быть собой, и я горжусь быть громким и гордым. Окей. Покупайте конверс. Покупайте конверс. Вот только знайте. Трансгендерность. Это еще до того, как наши дети были промыты соцсетями. Трансгендерность встречается только у 0,3% населения. Давайте сойдем с ума и скажем, что там все 3%. Это все так необходимо? Потому что я смотрю телевизор, я вижу рекламу, и я клянусь вам, что в нашей стране 90% трансгендеров. Все это слегка излишне. Баланс. Умеренность во всем. Вам может стать интересно, а почему они не думают об обычных людях? Это же не то, чего хочет клиент. Про любую тему, не только про это. Про любую. Потому что они не смотрят на ваши деньги, они смотрят на деньги с Уолл-стрит. Например, Таргет. Топ-8 инвесторов. Это Блэк-Рок, Вангард, 3 или 4 различных вангардовских фонда. И Стейт-Стрит, Бэнк оф Америка. Вот о ком они думают. Вот ради чего все это. Разбогатеть при помощи Уолл-стрит. До момента, пока все не идет под откос, как, например, ну, не знаю, у Бадвайзера. И это серьезный звоночек, и он может прозвенеть и для Таргет. Итак, я не в курсе, видели ли вы рекламу Нордс Фейс? Но они готовы отпраздновать месяц гей-гордости. Вот она. Привет, это я, Патти Гония, настоящий живой гомосексуалист. И сегодня я здесь, Нордс Фейс. Мы здесь, чтобы пригласить вас выйти. На природу вместе с нами. Ух ты, так классно. Мы хотели бы назвать этот небольшой тур летом гордости. В этом туре есть все. Походы, общение, рисование, лесбиянки, рисующие лесбиянки. Прошлым летом мы, геи, продефилировали по всей стране и праздновали. По всей стране. Сотнями из вас. По всей стране. И в этом году мы повторим еще раз с двумя новыми остановками в Атланте, Джорджия. Почему? Потому что вы там. И в Солт Лейк Сити мы идем к вам. Патти, а можно и нам? Конечно. В этом году все эти яркие спикеры выйдут из этого телевизора к вам на природу. Так что выходите наружу и порадуйтесь прекрасному LGHGTV сообществу. Итак, это Нордс Фейс, а они также и HGTV? Я не понимаю. Я уже слишком старый. Я уже... И, кстати, есть ли геи, которых это немного покоробило? Я думаю, если бы я был геем, то я бы посчитал, что эта реклама насмехается надо мной. Это... Это вот женщины. Женщины теперь, знаете... Привет. Меня зовут Петти. Я... Я чемпионка по плаванию. Я красивая женщина. Я думаю, что для многих женщин это унизительно. А для гомосексуалистов разве это не унизительно? Потому что это все похоже на пародию. Может, мне кажется. Я уже... А теперь давайте перейдем к ролику от Bud Light. Мы его видели уже миллион раз, так что целиком смотреть не будем. Привет. Впечатляет, сколько я могу унести, да? У меня есть Bud Light. Мы уже видели. Заметили, как он исчез со всех радаров? Просто пропал. Он как будто в программе по защите свидетелей и что-то такое. Он пропал. Но... Тут вот какое дело. Если проследить за данными Target, что стало гораздо сложнее, если проследить за данными Target, и вы просто такие, я не буду покупать в Target, и продажи идут, что влияет на цену их акций. А беспокоятся они только о цене акций. Почему? Потому что все эти деньги, которые через BlackRock, запиханы во все эти ESG-фонды, и если их доходности станут еще кошмарнее, чем сейчас, то тогда все эти люди, которые инвестировали свои пенсионные накопления, скажут, выводите все к черту из этого ESG-бизнеса. Вы сливаете наши пенсии. И вот тогда-то мир и изменится. Окей, переходим к номеру шесть. Майкрософту. Тоже надо поучаствовать. В стране, где у вас есть свобода слова, по-моему, самое худшее, что вы можете сделать, это не пользоваться своим голосом. Мое имя Дилан Муни, я Юви из Квинсленда, и я изобразительный художник. В своих работах я начал использовать как персонажей голубых аборигенов, я просто все больше раскрываю свою сущность. Гей-гордость — это иметь свое пространство. Таким образом, мы получаем возможность рассказывать свои истории. Меня зовут Эльза, и я писатель. Я родилась в Индии, но выросла в Гане, Южная Африка. Эта тяга к социальной справедливости была мне присуща с раннего возраста. Я очень рано уловила связь между написанием рассказов и активизмом. Рассказывая истории, мы на самом деле понимаем, как все наши проблемы взаимосвязаны. В принципе, ничего такого, если бы, если бы Microsoft так же рассказывала бы и о вашей жизни, моей жизни, о людях, которые любят страну, людях, которые любят Бога, то мне было бы, хотите так же и об этом? Не вопрос. Но почему надо только за счет всего остального? Разве геи не сталкивались с этим же? И я понимаю, что так и было, когда люди такие «Заткнись! Не смей о них упоминать!» И проблема именно в этом. Заметать все под ковер — это никогда не решало вопрос. Так в чем же дело? Я был бы не против, если бы это шло дополнением. Но это, во-первых, в каждой телепередаче, в каждой телепередаче вам начинает казаться, что у вас 120% одноногих трансгендеров, геи и лесбиянок, что это все население Америки. Господи, помоги. Я не понимаю, как люди, которые прожили столетия, будучи убранными с глаз долой, теперь вместо себя пытаются убрать туда всех остальных. И для этого используют ту же тактику, которой пользовалась другая сторона. И та сторона также говорила, «Мы праведны, поэтому не попадайтесь нам на глаза». А теперь они говорят то же самое. «Мы праведны, поэтому изыдите, гомофобы!» Я не гомофоб, мне без разницы. Я брал гомосексуалистов на работу. Но вот пришел Форд научить нас крутости. Подождите. Стоп, стоп, стоп. Пока не началось, можете вернуть на экран заставку. Нет-нет-нет, назад. Вот, вот, остановитесь здесь. Я уже не понимаю, что этот флаг означает. Ну, то есть, радужный флаг, вы просто взяли и забрали его у Ноя. Просто забрали. Ной, возвращайся назад на ковчег! Так что вы просто забрали радужный флаг. А теперь у радужного флага уже не хватает цветов. Цветов у радуги. У нее не хватило цветов. Попробуйте, может, этот подойдет. Эй, я не знаю. И мне не важно, так что не надо мне писать и объяснять, что все это значит. Мне просто кажется. Мне кажется, что это перебор. Может, совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Окей, давайте. Вот Форд. Круто. Вот уже ощущается, что круто. Уж точно не гей за рулем. Нет, геи таким не занимаются. М-м-м. Видимо, потому что геи не могут быть крутыми. Я бы заплатил какому-нибудь парню, чтобы он вышел оттуда на каблуках. Давай, Форд, это же вообще тема. Поняли уже. Тонко, тонко. Едешь по грязной грунтовке, и появляются радуги. Понятно. Вот теперь, когда машина помыта, одна оказалась розовая, другая радужная. О чем это нам говорит? О чем это нам говорит? Я жду, к чему все это. О, вот и солнце. Поцелованное солнце. Понимаете? Новое понятие крутости. И еще раз, я не понимаю, к чему нам это. Ведь геи уже сто лет как покупают машины. Спроси про баллы, спроси про баллы. У Форда? Я удивлюсь, если больше десяти процентов. Девяносто и ста. Наверное, потому что они пока еще пользуются бензином. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова